Приветствую вас, давайте рассмотрим ваш вопрос. Какими способами побороться своей нерешительности и стеснительности, что очень снижает качество жизни? Пробую уходить к психологам, но результат не такой, какой хочется. На время снижается значимость проблем, а потом снова возвращается. Порой несколько часов настраиваю, чтобы позвонить кому-то, или подойти и что-то спросить у меня из друзей-ознакомой, но с ними я почти всегда занимаю позицию слушателей, так как не знаю, о чем говорить саму из-за этого, я в течение дня проживаю по-настоящему эмоции и чувствую свою искусственность. Ну, смотрите, во-первых, идея побороться с стеснительностью не очень хорошая, потому что нельзя просто взять и сказать, что у меня стеснительность, поэтому я буду её побороться, да, потому что стеснительность, она происходит от чего-то, она возникает вследствие чего-то. Вот, стеснительность это не... Это не что-то, что можно как-то вот, ну, скажем так, ну, диссоциировать от вас. То есть вы и есть стеснительность, и в стеснительности скрыты многие ваши аспекты, которые могут быть, в принципе, довольно позитивными. Поэтому мне кажется, что не очень хорошая идея что-либо побороться, и не очень хорошая идея побороться стеснительностью, потому что это ваша неотъемлемая черта, да, вы видите её, вот, ну, вы видите свою стеснительность исключительно в негативном ключе, потому что она понижает качество вашей жизни, это понятно, но тем не менее. Это следствие вашей личности, это следствие каких-то ваших качеств, и что меня больше всего напрягает, это то, что вы стеснительность как бы рассматриваете отдельно от себя, не видя того, чего же, собственно, как бы за ней вот находится, что же, в общем-то, за ней скрывается, какая у неё, ну, природа, что ли, да, и так далее. То есть вот это вот меня, конечно, несколько смущает в данной ситуации, это первое. Второе. Вы говорите, что пробовал ходить к психологам, но результаты такой, какой хочется там, соответственно, и так далее. Тут вот тоже довольно интересный момент, потому что, во-первых, что вы значит пробовал ходить к психологам, да, и работать с одним психологом, да, и работать длительно, вот. Если вы ходили к нескольким психологам, например, или уходили после того, как достигали какого-то результата, то это, конечно, не работа, вот. Психотерапия минимум год, и как бы со второго года, в принципе, начинается значительно лучше. Я понимаю, что я сейчас говорю довольно коммерциально, как коммерциально, но реальность такова. Да, может быть быстрее, вот, может быть, но, повторюсь, психолог должен быть один, и как бы улучшение и кажущееся достижение результата не является аргументом в пользу того, чтобы психотерапию прекращать. Дальше. Вы говорите о том, что результат не такой, какой бы вам хотелось. И это тоже важный момент, потому что результат, он нормальный, естественно, не такой, какой вы хотите. Потому что никто не знает, какой будет результат от психотерапии. Никто изначально не знает, где открывается проблема. Вот. Ну, то есть, вот, никто не знает. И, соответственно, естественно, происходит так, что результат не такой, какой вы хотите. Дальше. За нерешительностью и стеснительностью скрывается несколько вещей. Во-первых, традиционно это страх отвержения. И бегство функционально от вот этого состояния, когда вас обстрелят. Бегство ощущений в этом смысле. Бегство боли в этом смысле. Вот. И так далее. Вот. Это то, в чем вам нужно помочь. То есть, вам нужно в этом смысле помочь соприкасаться и не бежать от возносной боли отвержения. Потому что без адаптации к состоянию отвержения, ну, вряд ли можно как-то адекватно выстраивать отношения с людьми. Потому что вас отвергают, вас действительно могут отвергать, это нормально. Как бы вот, ну, как бы это было неприятно, да, но это нормально. Вот. Дальше. За стеснительностью стоит подавление своих чувств. Здесь необходимо работать со следом. Здесь необходимо работать, в принципе, с чувствами. Учиться их проживать, учиться их замечать, учиться их выражать. Вот. А без этого, опять же, без этого, ну, как-то ничего не будет. А это длительная работа. Потому что вы привыкли жить определенным образом. Вы привыкли жить по определенной модели поведения. И не можете пока что жить по-другому. Могли бы как бы, ну, если бы могли, то уже жили бы, да. Следующий момент. Это сверхмотивация. Человек, который очень долго готовится вот, ну, к, не знаю, к каким-то действиям, да, к каким-то решениям, к каким-то событиям. Человек, который много значения придает тому действию, которое он должен совершить, скорее всего, накладывает на это действие ряд, так скажем, ряд своих желаний. Именно ряд своих желаний. Именно ряд своих каких-то потребностей. вот. И, соответственно, важно увидеть, что это за потребности. Какого рода они эти самые потребности. Что они из себя эти потребности представляли. И разгрузить несколько действия. Куда вы все эти потребности свели. Разгрузить это действие. Вполне возможно, что через, через, ну, желание кому-то написать, через, желание, там, как бы, что-то сделать. А через необходимость, вот, как-то, вступать в контакт, вы пытаетесь решать какую-то свою проблему. Вот. И эта проблема, таким образом, не решается. К, к сожалению. Эта проблема решается иначе. Проблема решается по-другому. Ну, ну, пока. А, пока что, для вас. Это вот только таким способом, ну, прорабатывается, как-бы. К сожалению. Вот в этом и есть ключевой аспект, ключевая проблематика, на мой взгляд, скромность. Да? Вот. Вот как-то так. То есть, вашу разочарованность психологической работой можно понять. Но также важно понять и то, что, вполне возможно, вы не нашли своего специалиста. Вполне возможно, что вы не до конца понимаете, как работать в психотерапии. Вполне возможно, что вы, в этом смысле, не готовы именно с собой работать. Если вы хотите просто избавиться от стеснительности, да, просто избавиться от стеснительности. Вот. При этом не понимая, как-бы, что она часть вашей личности, она вам для чего-то нужна. Вот. И так далее. Вот. И, пожалуй, вот последнее. На чем я хотел бы заострить ваше внимание, да, это то, что вы сами себя позиционируете как неинтересно, да. То есть, вы сами себя, ну, по факту, по факту обесцениваете. Вот. И это очень, как мне кажется, такой показательный аспект, потому что если вы обесцениваете, например, ну, себя, да, вот, если вы можете обесценивать себя, то вы, в принципе, ну, также достаточно легко можете обесценить и другого человека. Вот. Вы можете обесценить всё, чем вы занимаетесь. Поэтому начинали. Обратите внимание, здесь стоит и за... Обратите внимание, здесь нужно. И на вот, ну, этот вот такой процесс обесценивания, я бы вот так сказал бы здесь. Понимаете, да? Вот. Ну, опять же, многое в данном случае зависит от вас. То есть, вот, хотите ли вы реально работать или нет. Что ещё интересно в вашем, ну, вопросе, да? Вот вы говорите про то, что, значит, с психологами работа не складывается, но при этом у психологов спрашиваются, какими способами побороть что-то. Это очень интересный, на мой взгляд, момент. Почему вы считаете, что с психологами у вас не получилось, а сами вы какой-то способ найдёте? На этом всё, пожалуй. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, был интересен. Желаю вам всего самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Удачи. Удачи.